привет мои хорошие сегодня хочу вам показать как я вяжу сумочку для одной прекрасной девочки ну девочка собирается идти на мероприятие ну и как водится на мероприятие конечно она пойдет нарядная к этому наряду в дополнение она заказала мне связать ей сумочку потому что девочки ну как водится сумочку должны положить ну мало ли чего должна положиться сумочку девочка там телефончик там грудную помаду ну и всякую мелочь которую с собой обычно девчонки берут вот так как у меня наряд такого небесно-голубого цвета исходящий в белый то конечно за ней нужно будет дополнение вот это вот все связать ну кроме сумочки хочу я связать еще браслет на руку и поясочек может быть если успею ободочек на голову это будет таким ей маленьким сюрпризом про ободочек она конечно ничего не знает но всяком случае я хочу такую вот штучку сделать на ее прическу тоже в дополнение будет как дополнительное украшение вот так вот образом но так как девочка собирается идти на мероприятие которое скажем так знаю только я и она вот мероприятие интересное масштабное девочка должна быть красивой конечно же очень нарядной вот так вот я и пришла провязать вот такой вот мини сумочку но не знаю правда с какой застежкой я ее здесь еще не решила то ли она будет на молнии то ли она будет с ручкой и застегиваться как вот знаете как большой кошелек с такими большими застежками не знаю посмотрим все будет вырисовываться уже в процессе когда общее изделие когда будет идти к завершению тогда наверное я и увижу какую застежку возможно что не еще дополнительно какие-то украшения если будут присутствовать посмотрим все это будет в процессе дополняться и как-то может быть еще еще раз переигрываться и окончательно мы уже решим какую застежку я сделаю ей конечном итоге провязывая этот узор с помощью столбика с накидом и незаконченным накидом столбик с незаконченным накидом сейчас я покажу схематично как он рисуется сейчас я вам это продемонстрирую смотрите сначала я провязала вот этот вот столбик с накидом с одним накидом несколько рядов вот они провязаны это будет как но этого донышка той сумочки надо у каждого свое донышко вот это вот дно сумки сюда будет вкладываться какие-то ее вещи размере не знаю размером где-то наверно высотой небольшой высотой потому что заказ был так чтобы влазил туда телефон там и всякие мелочевки которые обычно с собой девчонки берут на мероприятие ну там из косметики что-то там и ключи может быть какие-то там от машинки всяка случае все чтоб в это влезла высотой где-то сантиметров возможно 15 этого будет достаточно вполне и вот этот рисунок провязывается вот этим незаконченным вот условное обозначение незаконченного столбика здесь вот три незаконченных столбика но я вижу так как нитки мне кажется не очень толстая я вижу четыре незаконченных столбика и с этим общем основанием вот так он схематично обозначается этот узор единственная сложности в данной вот этой вот моей работе то что нитки чередуются по очередно белой и с голубым цветом и единственно вот это вот сложность ну опять же как сложность на же как девиз какой девчонки мальчишки какой у нас девиз мы же не ищем легких путей так поэтому с этой задачей мы конечно же тоже справимся и вот таким вот образом сейчас я покажу как я это вот поменяла я цвет вот ввожу крючок вот здесь между этими вот узорами я провязывала один одну воздушную петлю и образовалась вот этот вот просвет вот в этот просвет я ввожу крючок и вот как раз начинаю провязывать вот эти вот 44 незакончено 4 столбика с одним незаконченным накидом это их провязываю 4 накид я провязываю на саму саму петлю вот я не закрываю вот у меня получается раз два три 4 4 столбика с незаконченными накидами делаю вот еще один накид и вот этот вот накид я провязывают общее вот основание я вот его заканчиваю закрываю все дальше опять беру меняю цвет в данном случае белый если кто был один цвет то конечно же дальше бы я стала провязывать дальше вот эти вот ряд продолжала бы и не стала бы ничего менять вот эти манипуляции вот эти вот постоянно туда-сюда меняю нитки этого конечно бы не стала делать так как у меня нитки разные чередую то приходится менять вот и все в чем сложность этого вот так на самом деле вяжется несложно любой даже начинающий скажем так вязальчик сможет это сделать сейчас немножечко еще повяжу посмотрите как этот узор выполняется вот я закончила вот этот вот вот этот вот элемент опять же меняю ниточку эту я поднес вот смотрите вот я как бы поднес придерживая вот это вот пальчиком чтобы она мне не мешала работать дальше а сейчас я делаю накид синий ниточкой голубой начиная провязывать вот эти вот столбики незаконченные потому что у него он не до конца провязывается вот видите вот накид я сделала накид провязала но не закрываю саму петлю а продолжаю дальше делать накиды и их вот эти накиды провязываю опять же петлю не закрываю опять делаю накид провязываю петлю не закрываю делаю накид провязываю петлю не закрываю вот видите провязала в данном случае у меня получилось 1 2 3 4 столбика незаконченные столбики с одним основанием вот я делаю накид и провязываю вот эти все 4 столбика вместе вот это вот и называется столбики незаконченные меняю опять ниточку и провязываю дальше точно так же столбик накид сделала накид провязала накид провязала но сам столбик не заканчиваю накид сделала накид провязала накид сделала вела крючок вытянула рабочую нить вот накид провязала накид провязала но сам столбики не провязываю сейчас когда я сделала 4 столбика я сейчас и все вместе провязываю и закрываю вот так вот такой узор получается так здесь видите ошибку допустила пока вам объясняла не увидела что здесь мы видите два рядом два цвета получилось рядом сейчас но это запросто может получиться потому что ведь разговариваю как бы отвлекаюсь поэтому конечно запросто можно запутаться что мы делаем ну просто распускаем этот узор где мы где чуть-чуть накосячила увидите меня же чередуется один цвет такой 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 раз два цвета вместе ну конечно же хорошо что не ушла слишком далеко увидела это сразу поэтому не так обидно распускаю ввожу крючок то есть сильно переживать не нужно бывает всякое когда вяжешь это не самое страшное что может случиться вязание страшно когда большое большое изделие вяжешь вяжешь вяжу потом бац нитки закончились и все и такого цвета тебя больше нету и что делать а ничего уже не сделать потому что такого цвета тебя уже нету в магазине нету и не подобрать а если подбираешь что оттенок какой-то другой сразу видно что ну с другой партии то есть оттеночность уже другая вот это да вот это обидно а это не обидно что распустила дальше пошла и ничего страшного бывает всякое бывает поэтому 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 будьте внимательны когда работаете особенно когда вы только начинаете это делать стараться не отвлекаться если у вас какие-то неотложные дела то вообще в сторону убирать вязание не отвлекаться нужно вязать тогда когда есть на это время желание и возможности чтобы не было вот таких вот косяков нужно быть очень внимательны при вязании вот так связала ниточку убрала другую ниточку меня ввязываю делаю накид и не торопясь спокойненько дальше провязываю так вот этот третий этот четвертый накид провязала вот видите 1 2 3 4 я делаю накид и вот таким вот образом закрываю все и вот так вот с такой же очередностью я провязываю весь вот этот вот все это изделие но на этом я пока закончу запись и буду выкладывать скажем так в процессе когда уже буду подходить концу концу я сделаю еще один ролик и выложу вам его чтобы вы посмотрели как в конце тоже делают вязку все всем пока если вы будете вязать со мной то будете повторять то же самое у вас тоже получится всем удачи